Оборонная промышленность Беларуси готова выполнить все поставленные задачи. Это касается как разработки новых видов вооружений, так и производства собственных боеприпасов. Об этом сегодня говорили в Минской области. Президент изучил работу завода точной электромеханики. Предприятие относится к военно-промышленному комплексу. Работать над выпуском отечественных боеприпасов начали в конце прошлого года. И, как доложили Александру Лукашенко, вышли на серийное производство самого распространенного снаряда 122 мм. В Беларуси выпускают и артиллерийские снаряды, и авиационные бомбы, и опытные образцы реактивных снарядов с различными боевыми частями. Многие успешно прошли испытания, причем на производство боеприпасов от металла до электроники ориентированы не только предприятия военно-прома, но и гражданские заводы. В целом ходом этой работы президент остался доволен. Мы модернизировали давно, еще до СВО модернизировали свою вот эту технику. Она стала абсолютно белорусской, все белорусское. Ну а сейчас, как вы видите, техника техника, и нужны боеприпасы для нее. Поэтому мы штурмом за три месяца вот уже вручную можем собирать, выйдем на 10-12 тысяч. Ну а если, у нас же диктатура, если жамануть, то и 15 тысяч Дмитрий Александрович Фантус соберет. Но это финишная сборка, а на это все работает вся страна, десятки заводов. Вот в чем суть и принцип всего этого. Приспособили старые наши склады, где хранились боеприпасы. Примерно в таких хранятся спецбоеприпасы, только еще более серьезные. Там внутри ситуация, как в операционной. Естественно, оружие очень опасное, поэтому, естественно, и такое отношение к хранению. У нас по всей стране, забегая вперед, возможно, у вас будет интерес. У нас по всей стране разбросаны много хранилищ для хранения ядерного оружия, в том числе и посерьезнее. Кроме того, Беларусь готовится к размещению на своей территории тактического ядерного оружия. Президент не устает повторять. Это элемент сдерживания, и применено оно может быть лишь в одном случае – в военной агрессии в адрес страны. И пусть Минск пытаются обвинять в воинственной риторике, к тем, кто опасности для Беларуси уже не представляет, применяют вполне себе гуманные меры. Александр Лукашенко спросили, чем он руководствовался, принимая решение о помиловании Романа Протасевича и Софьи Сапеги. Ему сказали, вот условия, выполняешь, будем, это с ним работали следователи, они же не могли ему обещать помилование. Да, будем просить президента, чтобы он тебя помиловал. Он согласился, он выполнил все условия, притом убежденно, что я должен был сделать. Обещал – делай, помиловали. Что касается Сапега, это гражданка Российской Федерации. Я поручил Генеральной прокуратуре, согласно международным договоренностям, чтобы они проработали вопрос и забрали ее к себе. Процесс затянули до невозможности, забирали, где-то полгода не забрали. Ну и уже в который раз Кожемяка, приехав, попросил, я тогда отказался от этого процесса передачи ее России, помиловал, говорю, забери только с собой. Нам не нужно здесь ее держать. Это вот такая ситуация. Ну а морально, должен сказать, ну, влюбилась в парня, его помиловали, отпустили, а что, девчонка там будет сидеть? Это деталь, это не главное. А то, что тут некоторые чуть ли меня не упрекают в этом, хотел бы сказать, слушайте, ну, я вас слышу. Считаю с вашим мнением, но поверьте, вы не все знаете. Поэтому не надо меня упрекать, я никогда не был предателем. И я до конца буду идти и, ну, вот слушайте, вот этих лохушек и прочих, там помилования уже не было бы. Вы смотрите на выборы в США. Среди других тем грядущие выборы в Соединенных Штатах. По мнению президента, если уж за кого и болеть, то за Дунальда Трампа, который обещал в случае победы остановить военный конфликт на Украине за сутки. Избавиться от излишней бюрократизации. Александр Лукашенко подписал указ по повышению эффективности работы госструктур с гражданами и субъектами хозяйствования. Директива номер два по одеобюрократизации изложена в новой редакции. Предусмотрена максимальная консолидация процедур в службе одно окно. Проблемы граждан будут решаться оперативнее. Расширяются полномочия местных органов власти. К минимуму сведены те случаи, когда для принятия решений необходимо обращаться на вышестоящий уровень. Госорганы станут еще более доступными и открытыми. Кроме того, будут создаваться все условия, чтобы оказание важнейших услуг происходило в электронной форме. Так, для работы с населением предусматривается максимальное использование возможностей информационных систем, интернет-ресурсов и социальных сетей. Инвентаризация административных процедур для их сокращения и упрощения будет постоянной. Проявить солидарность с независимой Белоруссией, остановить политизацию Международной организации труда и превращение ее в рычаг давления на неугодное коллективному западу страны. С таким призывом выступила министр труда и соцзащиты Белоруссии на конференции Международной организации труда в Женеве. Руками МОД реализуются планы по разрушению экономики и социально-трудовой сферы нашей страны, что напрямую противоречит целям и задачам организации. В связи с этим на государствах членов МОД колоссальная ответственность за дальнейшее развитие ситуации подчеркнула Ирина Костевич. Белоруссия с большим интересом и энтузиазмом восприняли инициативу гендиректора глобальной коалиции за социальную справедливость, ведь политика белорусского государства основана на базовом принципе социальной справедливости. Но на все это закрываются глаза, а на площадке МОД продвигаются политизированные решения. Резолюция принята даже несмотря на то, что ее не поддержали 162 делегата. На пленарном заседании и дебатах речь шла о новациях в национальных законодательствах, новых направлениях развития социально-трудовых отношений. Проблема заключается в том, что на этой же сессии конференции принимаются документы, согласно которым вместо сотрудничества с Белоруссией МОД предлагает применять к нашей стране полномасштабные санкции на основании статьи 33 Устава МОД. А ведь санкции затрагивают не только интересы государства, но и в первую очередь простых граждан, поскольку ведут к потере доходов, росту безработицы, сокращению финансирования социальных программ. Так о какой социальной справедливости мы говорим с этой высокой трибуны? По факту слова расходятся с делом. Вчера вы принимали резолюцию по изоляцию Белоруссии, сегодня говорите о неослабевающей энергии исполнять мандат МОД в области социальной справедливости. Также министр в очередной раз подтвердила позицию Белоруссии, диалог и сотрудничество, поскольку давление и санкции тупиковый путь, а сама МОД, идя на поводу западной политики, утратила свой международный статус и вес. Про экономический шантаж говорил на пленарном заседании глава Федерации профсоюзов Белоруссии. Эта организация самая массовая в стране. В международной политике справедливости становится все меньше. Так ряд государств для достижения своих политических и экономических целей на постоянной основе применяют другим государствам незаконные санкции. Это уже стало для них абсолютно привычным делом. Это используется как экономическое оружие. Это элементарный шантаж, заложниками которого становятся миллионы трудящихся. И по этому вопросу МОД не имеет права молчать. Но молчит Михаил Орда. Отметил, что профсоюзы неоднократно обращались к руководству организации с просьбой защитить белорусских работников от незаконных санкций. Однако все обращения остались без ответа. Очередная попытка убрать конкурента из президентской гонки Дональд Трамп снова предстанет перед судом. На этот раз бывшего глава государства, который не скрывает намерения вернуться в Белый дом, обвиняют в вывозе секретных документов. Прокуратура пытается доказать, что он уже частным лицом хранил информацию о военных возможностях, планах и уязвимостях США. А также раскрывал государственные тайны посторонним. Бывшему президенту предъявлено обвинение по 37 пунктам. Суммарно политику грозит до 400 лет лишения свободы. Тем временем против действующего лидера страны Джо Байдена возбудить уголовное дело потребовала группа конгрессменов. По их данным, спецслужбы тщательно скрывают информацию о связях политика с руководством украинской газодобывающей компании, подтверждающей участие президента США в коррупционных схемах. Каждое время рождает своих героев. Почему тезис о том, что безопасности много не бывает, актуален именно здесь и сейчас. Сегодня в политстендапе Александр Шпаковский поднимает злободневную тему и рассуждает о хрупкости мира. Разгорится ли мировой пожар из искр конфликта на Украине? Где предел для того, чтобы отодвигать пресловутые красные линии? И почему на поле боя и за мировой кулисой стороны идут на такие шаги, от которых совсем недавно предпочитали воздерживаться? Война как удачный бизнес для одних и миротворческая миссия как очередная попытка призвать голосу разума. Беларусь снова предлагает мирные инициативы и настаивает на поиске оптимальных решений. Смотрите новый выпуск политстендапа сегодня сразу после вечерних новостей на ОНТ. Истинное лицо западной демократии. Фотовыставка «Белта. Граница между жизнью и смертью» представлена в Витебске. На железнодорожном вокзале неделю пассажиры и посетители будут наблюдать жестокую картину миграционного кризиса на польской границе. Выставка вызвала ажиотаж. Уже в первые часы увидеть снимки пришли десятки граждан. Шесть тематических блоков, более ста фотосвидетельств. На каждом безысходность и разочарование. Беженцы из Африки и Ближнего Востока поверили либеральному Западу и стали искать приют в Евросоюзе. Разменной монетой стали рядовые семьи с маленькими детьми на руках, которые попросту остались на улице. Помогли белорусы. Многие посетители сегодня сравнивают увиденное своими реалиями. У многих детей и внуки такого же возраста, как на кадрах тех событий. Я даже сразу узнала девочку, которая вот с протезами мальчик. А вот это вот все перед глазами. Это невозможно смотреть. Вот этот плач, крики, страх у людей, когда с той стороны их выгоняли при желании перейти границу естественным путем. Это, конечно, просто невозможно перенести нормальному человеку. Мы видим вот это все на фотографиях. Мы видим эту историю. Мы видим вот эти двойные стандарты. Выставка уже побывала во всех регионах Беларуси. За время путешествия по стране шокирующие фотоснимки увидели около 100 тысяч человек. Витебск – последний из областных центров, где представляют экспозицию. Главное спортивное событие этого лета продолжается подготовке ко вторым играм стран СНГ. Сегодня в Минске выездное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества. Побывали на национальном олимпийском стадионе «Динамо», где проходят тестовые соревнования по легкой атлетике. Также постпреды оценили работу Координационного центра игр на базе Университета физической культуры. Тестовые соревнования продолжаются, а подготовка к играм стран СНГ уже получила высокую оценку. Белорусы, они самокритичны. Даже если хорошо, все равно мы никогда не успокаиваемся. Поэтому министр спорта всегда очень жестко ставит задачи. Даже если объект готов, все равно министр спорта требует, чтобы объект был готов еще лучше. Всегда есть моменты, которые необходимо усовершенствовать. На каждом объекте есть резервы, и наша задача использовать по максимуму, чтобы наши гости были довольны. А, конечно же, мы гостей приглашаем и ждем здесь с удовольствием нашей прекрасной Родины. Чтобы они посмотрели нашу всю страну, все наши города, а мы с удовольствием организуем для них соответствующие экскурсии и их встретим. Вторые игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа. В программу вошли соревнования в 20 видах спорта. Их примут площадки в 11 городах Белоруссии. Участие в масштабном турнире уже подтвердили команды из 18 стран. Участие в масштабном турнире.